Я неаккуратный в быту человек Они гораздо лучше в своем состоянии, чем люди аккуратные в быту Почему? Потому что человек аккуратный, он очень долго не может понять, о чем он делает в церкви Потому что у него на кухне порядок, а в церкви бардак Потому что у него в спальне все идеально ровно, а в церкви бардак, у людей бардак Кругом один бардак И он ходит, не понимает, потому что он привык видеть жизнь в аккуратности И видя кругом неаккуратность, он думает, чего вы можете мне научить? Чему? Вот у меня все по полочкам разозрано, все подписано, у меня все ровненько, у меня все прилизано Во о чем? Он заражен, как говорят психологи этим, как это называется Вот, забыл слово Перфекционизмом, во как, вспомнил, перфекционизмом заражены А перфекционизм это на психологическом языке, а вообще-то это закваска фарисейская Потому что человек оценивает все по внешней аккуратности А так ли у него аккуратно все в душе? А вот человек, у которого нет аккуратности, который страдает от этой вот разбросанности Человек, который, скажем, его упрекает за эту разбросанность Вот такой человек очень, именно в силу того, что страдает, он понимает, что ему чего-то не хватает И он приходит в церковь и начинает искать, как это все исправить Как все сделать таким образом, чтобы хоть немножко порядочнее жизнь стала И он ищет, он не ищет порядка, он ищет, начинает искать Христа А чтобы найти Христа, ему надо себя собрать То есть вот эту разбросанность свою по улицам, по площадям, по квартирам, по чердакам По всем коморкам запыленным Вот он все везде, он не знает себя Он начинает себя по кусочкам собирать Себя приводить в порядок Ум собирает молитвы Мысли структурирует Священным Писанием Потом начинает бороться со страстями И совершенно не замечая, как это У него постепенно все начинается раскладываться по полочкам Или не начинает Бывает Не начинает Это как получится Ведь, как пишет Сюлан Афонский Начинается все снутри, а потом разрастается все дальше и дальше Вот он внутрь-то порядок привел А снаружи может его и не быть, как у юродивых Зато у него внутри будет порядок И, по крайней мере, он начинает понимать Что вот этот внешний беспорядок Он не такой уж и беспорядок Это свидетельство его неорганизованной жизни Это обличение ему И он принимает это как обличение И не страдает от этого Он говорит, да, беспорядочный Если вы меня внутри видели Какой я внутри Еще хуже, чем моя квартира Вот, вроде бы он так чувствует И так оно кажется и есть Но на самом деле он уже структурировал свой внутренний мир Разложил по полочкам Научился стоять умом И следить за порядком в собственной душе Поэтому укоризма бардака Укоризма со стороны людей Укоряющих его за бардак Его уже не пугает Он понимает, что главное внутри Поэтому, если, скажем Мы хотим навести порядок Мы уже верующие люди То надо начать с внутренности Надо начать собирать свой ум С помощью молитв и священного писания Скорее всего Через какое-то время У вас в доме Так же, как и в душе Будет порядок И вы видите, как все изменилось А если не будет То это вас перестанет как-то обременять Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok